Итак, мы рассматриваем с вами французский журнал 1937 года, предвоенного года. Посмотрите, какие вечерние платья предлагает нам этот журнал. Кстати, когда я была во Франции, это было, наверное, уже очень давно, лет 15 назад. Я до сих пор в галерее Lafayette купила вот такую вот штучку, вот такую черненькую. Она была сделана, ну, конечно, не из бархата, из какого-то искусственного, наверное, такого материала с большим таким ворсом. Но она была такая интересная. На Новый год я ее надевала поверх своих брючных костюмов. И, смотрите, это был какой-то 2000-й там год, да, начало 2000-х годов. А вот эта идея, она вечна. Пожалуйста, вы можете сегодня это использовать. Не обязательно надевать на такое платье это все. Можно надевать поверх какого-то костюма брючного, однотонного. Вот такой короткий интересный акцент. Там тоже был на рукава. Вот такой вот интересный. Она смотрелась так дорого, достаточно выразительно. Стоила какие-то сущие копейки. Но не важно, не в этом дело. Важно, что я ее давным-давно уже не ношу, а выбросить мне ее так и жалко. Не хочется, потому что это память, память о том, как я побывала в Париже. Хочется, хотелось туда многие годы вернуться, но, говорят, сейчас Париж уже немножко не такой, мягко говоря. Не хочется видеть бомжей, грязь и так далее, и так далее. Но, наверное, настанет когда-нибудь такое время, что я снова туда вернусь. И посидим, побродим по улочкам Парижа, по замечательным местам. И посидим спокойно в кафе, наблюдая за парижанами. За чашечкой кофе. Посмотрите, рукав реглан, большой, пышный. И вот здесь вот идет такая у него щель. Щель тоже интересный вот такой элемент, можно нам его использовать. Ну, юбочки в пол, понятно, что где-то они шелковые, где-то по косой, наверное, они в экраны. Это реглан со спущенным плечом. Мы тоже с вами его делали, тоже я его на ютубе рассказываю. У меня у самой много вещей вот именно такого покроя, да. Вот такой вот рукавчик. Здесь его можно таким же широким делать, длинным. У меня они покороче вот эти рукавчики. Очень интересный вот этот элемент, я его люблю. И часто-часто применяю его как к себе, так и советую это вам. Опять тема нарядной одежды. Посмотрите, какой тоже интересный элемент. Простое платье, простое платье абсолютно. Здесь, видимо, из кружева сделана вставка. И из кружева же сделаны вот такие вот, как бы рукава, не рукава, но какие-то шарфы, которые идут вот так вот по спинке. Эти элементы тоже вытягивают фигурку. Вот это тоже вытягивает фигурку. Посмотрите, как интересно. И сегодня это широко применяется. Здесь вот такая кокельюшечка интересная. Знаете, как она просто кроится? Смотрите, вот у вас кокеточка. Вы ее вырезали, вот такую кокеточку, да, отлетную. Ну, это как болеро, да, отлетная кокетка. А потом вот из этой, тут шейка у нас вырезана. Вы вот эту часть откладываете вот сюда наверх. И добавляете к этой кокетке. Ей деться некуда, она сюда спадает. Можно зафиксировать это какими-то булавочками, какими-то закрепочками поставить. Выложить просто вот это интересно. То есть кроется очень просто. Горловина, вот эта кокетка обычная, да, и вы к этой кокетке просто в крое добавляете лишнюю ткань. Тут шва никакого нет, вот в этом месте. Она просто, эта ткань падает вот сюда. Вот, расклешенный рукавчик, все по косой, красиво, красиво. Здесь драпировка вся переведена в центральный шов, но вот это редко я использую. Вот это никогда не использовала, хотя вам, может быть, это понравится. Такие широкие воротники не люблю. Они не всем идут. А вот это мне очень нравится. Посмотрите, какая тема. Вот так, вот так, вот так. Это рукав реглан. Вот это рукав реглан. Это рукав реглан кокетка. Посмотрите, нагрудная выточка вот сюда переведена. Вот вам рукавчик. У меня блузка такая. У меня блузка такая с рукавом реглан. Я часто в ней тоже веду уроки, и, может быть, вам показывала ее. Вот такая блузочка, спокойная, шелковая. Очень ее люблю, потому что у нее есть движение. А спинка у нее вот такая. И у меня вот такая спинка на этой блузке, как здесь. Тоже мода сегодняшнего дня. Почему нет? Это вот полуреглан называется. Когда реглан уходит у нас, ну, линия реглана из этой точки уходит у нас в какую-то точку плеча, это называется полуреглан. Тут какой-то цельновыкроенный рукав. Но, честно сказать, как вот это скроено, скроено я не могу, потому что у меня нет быстрого ответа вот на этот вопрос. Как-то тут мудрено. Вот на это есть, на это есть, на это есть. А вот здесь это тоже надо подумать. Но, с другой стороны, очень сегодня мода минималистична. И выбирать для работы какие-то вот такие вот очень сложные вещи тоже не всегда стоит. Итак, мои хорошие, прервемся до следующего раза. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всегда Ваша Галина Коломейка.